здравствуйте очень приятно спасибо меня зовут самоле кайсар я сегодня благодарю вас за то что вы уделили время я хотела взять у нас интервью про вашу интересную службу о главной инспекции я очень рада я думаю будет интересна тема состояние боевой готовности дисциплины в войсках и уровне профессионального мастерства военнослужащих министерстве обороны на плановой основе проверяет главные инспекции о задачах принципах и результатах деятельности наша беседа с ее начальником амиром халиковым генерал-лейтенант халиков амир косымбекович выпускник челябинского высшего танкового командного училища службу начинал с должности командира танкового взвода группы советских войск в германии окончил военную академию бронетанковых войск с отличием в военную академию генерального штаба вооруженных сил российской федерации командовал полком бригадой дивизии войсками регионального командования был заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке первым заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил республики казахстан 6 мая 2019 года указом президента республики казахстан халикову амиру косымбековичу присвоено воинское звание генерал-лейтенант в настоящее время руководит главной инспекцией министерства обороны амир косымбекович одно название вашей службы главная инспекция очевидно вызывает только некий трепет у командиров и военнослужащих скажите пожалуйста для чего создали эту службу главная инспекция прежде всего нужна для контроля за качеством поток вооруженных сил без его никакой боеготовности боеспособности армии не может быть и речи контроль он существует во всех системах которые выполняют какие-то определенные задачи а наша главная инспекция была создана 31 октября 1994 года на заре становления нашей армии в ходе инспекции мы проверяем боевую мобилизационную готовность войск выявляем системные недостатки и оказываем помощь практически устранение этих недостатков здорово но получается из вашего ответа вы своего рода такие некие ревизоры ревизоры это больше наверное где-то финансовой деятельности в нашем подразделении работают специалисты военного профиля у нас есть танкисты мотострелки артиллеристы юристы и другие специальности закончили военной академии офицеры все полковники имеют большой опыт работы практической постоянно совершенствует свои профессиональные знания навыки имеет опыт армейского строительства подготовлены в общем здорово получаются такие профессионалы своего дела а что они проверяют мы проверяем состояние боевой мобилизационной готовности войск состояние вооружения военной техники уровень боевой подготовки против диверсионной безопасности запасы материальных средств по по указанию министра обороны инспекция также может проверять и другие вопросы жизнедеятельности наших вооруженных сил это и вопросы обеспечения безопасности воинской службы качество подготовки кадров занимается анализом других актуальных вопросов связанных с образовательностью вооруженных сил президент не случайно сказал о необходимости формирования нового качества нации ее лучшие представители должны отличаться образованностью профессионализмом железной дисциплиной высокой ответственности эти качества особенно востребован в военном деле вот от их наличия много зависит уровень боеспособность армии флота авиации но тем не менее появление инспекторов воинской части равносили такой некой боевой тревоги скажите пожалуйста а как это происходит на деле случаются и тревоги и марш броски ведь наша задача проверить боеготовность воинской части информация о проверке какой-либо части она должна оставаться и в секрете в этом году главной инспекции в январе месяце проверяла воинскую часть окмолинского гарнизона несмотря на сильный такой мороз глубокий снег военнослужащие совершили 250 километров марш на учебный центр были привлечены танки бтр и другая боевая техника военнослужащие выполнили на полигоне упражнения стрельбу с боев машин со стрелькового оружия вождение другие учебно-боевые задачи выполнили я хочу сказать что хороший уровень подготовки они показали или к примеру воинская часть а ягодского гарнизона ночью была поднята по тревоге и сотни единиц бронетанков и техник автомобилей вышли в свои районы выполнили учебные боевые задачи и тоже показали хорошую подготовку то есть по-настоящему это такие без таких скидок и послабление происходит да ну конечно проверки воинских частях всех видов и родов войск проводится условиях максимально приближенных боевым мотор стрелков и танкистов мы выводим на полигоны где они выполняют стрельбы вождение в десантно-штурмовых войсках мы проверяем десантирование днем и ночью военной авиации есть своя специфика здесь летные экипажи ведут перехват условного противника демонстрируют технику бомбер метания пуски ракет самолетов вертолетов военнослужащие военно-морских сил охраняющие прибрежную зону акватории каспийского моря выходят на боевых кораблях они также выполняют определенные учебно-боевые задачи а также сдают нормативы по водолазной подготовке для личного состава мы практикуем проверку знаний по билетам включающие вопросы командирской и профессиональной подготовки в отличие от тестов такая форма она позволяет больше определить глубину знаний вырабатывает умение мыслить вот если военный случай сам способен излагать и формулировать ответы на вопросы значит он сможет обучить и своего подчиненного также мы проверяем умение офицеров командиров работать над карты принимать правильные решения оценивают их действия и уровень подготовки это компетентные офицеры которые имеют большой опыт в войсках в органах военного управления но знаете все же отчеты главной инспекции но как бы не внушает какого-то оптимизма и на ум приходит такой вопрос риторические что делать и кто виноват у меня такое впечатление надо работать надо работать дело в том что деятельность главной инспекции сотрудничества на отстающих воинских частях которые вы ранее показали слабые результаты были неудовлетворительные оценки зачем проверять отличные части где там и так уровень боевого подготовки высокий все исправно командиры занимаются обучением личного состава и министр обороны он нас направляет вот там где видят проблему где чувствует что может уровень слабый перепроверить надо и вот мы когда план составляем на год вы тоже вот если посмотреть там нет таких отличных частей там основном где-то проблемные воинские части вот и в целом вот проверка нашей инспекции ее результаты они не говорят о том что вот такой уровень вооруженных сил это уровень может быть отстающихся сей то есть вот как медики говорят да работаем грязной зоне результаты наших проверок помогает многим увидеть слабые места и бреши в организации деятельности войск не случайно наши материалы часто используют представитель надзорных органов и других проверяющих структур вот я раз хотел задать вопрос а кто принимает решение о проверке и как это вообще происходит фактически мы работаем по плану его утверждает министр обороны проверки проводятся на системной основе но информацию о том какой части когда появится офицер инспекции не разглашаются все процессы касающиеся боегатонности личного состава порядка дисциплины состояние техника вооружения должны быть отлажены работать как часы при этом главная инспекция в любой момент без предупреждения может проверить качество работы данного механизма она в случае его неисправности выяснить причину сделать выводы дать рекомендации это вот наша задача в то же время большое внимание уделяется и профилактике работы поэтому для офицерского сержантского состава мы проводим инструкторские методические занятия часть информации о положении дел воинской части мы черпаем из анкет которые военнослужащие заполняют для уточнения данных проводим также личные беседы с личным составом с горожанским персоналом так вот собираем информацию проверяющие определяют требования не от себя он руководствуется что сказано в руководящих документах есть приказ до специально такой по проверке войск поэтому здесь все объективно кроме того мы изменили практику подведения итогов при проверке теперь командиры подразделения и военнослужащие узнают результат оценку свою сразу же ты никто не может повлиять на этот результат да на стрельбе проверяющий подходит к мишени составляет оценку и сразу стреляющий на построение эту оценку говорит сейчас мы акты составляем уже воинской части не как вот раньше комиссия отработала приезжает сюда норсултан здесь составляет акт через там 10-20 дней только утверждает оценку вот это теряется и время и актуальность скажите пожалуйста вот вы говорите о недостатках и упущениях войсках что вы сами предпринимаете для улучшения этой ситуации и этой работы мы постоянно занимаемся совершенствованием форм металлов работы накопленный опыт позволяет нам говорить об определенных результатах приезжаем гарнизон мы стараемся максимально охватить проверкой все части этого данного гарнизона при проверке составляем график проверки например на полигоне проверяем воинские части есть воинские части небольшие незначительные есть большие воинские части поэтому как бы оптимизируем свою работу и это дает свои результаты примеру раньше где-то за год мы около 50 воинских частей проверяли при вот оптимизации своей работы мы в четыре раза увеличили количество проверяемых частей далее значит у нас офицеры инспектора днем работу с личным составом проверяет учебные боевые задачи стрельбы нормативы а вечернее время уже наши офицеры работают над актами вот уже документально и проверяет документацию это в вечернее время то есть хочу сказать что работа инспекторов это практически 24 часа в сутки но при этом видите вы успели успеваете и делать свою работу и улучшать как бы из то есть эту систему правильно да самое главное чтобы это было объективно это было прозрачно беспристрастно это зоро мне понравилось то что вы рассказываете именно как налажена эта система и никак не допущены здесь какие-то ошибки или но я думаю что провалы и у меня такой вопрос налажены ли контакты и опыт с коллегами из других стран как это происходит главная инспекция не является уникальным изобретением наших вооруженных сил подобные институты существуют и в других странах наши инспекции совершенствуются ну примерно задачи вооруженных силах иностранных государств примерно такие же имеется в инспекциях задачи как и у нас мы конечно поддерживаем контакты и с инспекцией российской федерации белорусской вы знаете я хотела бы с вами обсудить такой момент что действительность такова что информация любом происшествии в вооруженных силах моментально попадает в сми или в социальные сети скажите пожалуйста сильно ли это мешает оборонному ведомству и как влияет на работу эти факты мешают ли они мешает это громко сказано помешать нам никто не может мы выполняем важнейшие задачи по защите суверенитета территориальной целости нашей страны служим народу казахстана стоим на страже мирного труда наших граждан вот и будем выполнять свои задачи несмотря ни на что дело здесь наверное в другом в целом мы не против критики основанной на проверенных фактах обстоятельствах и всегда идем на диалог с населением журналистами вот представителями общественности но в последнее время в социальных сетях вот некоторых средствах массовой информации есть такие исковерканные будем так говорить да я кстати тоже часто встречала новости или обсуждали информацию да 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 вот порой вот этим грешат вот ну наверно надо больше верить журналистам журналист проверенная только новость проверенную информацию только дает да но если такие которые хотят хайпа и начинают что такое коверкать каким-то углом кто-то хочет погнаться за какой-то сенсацией вот терять чувство меры я поняла в общем вас не смутить никак не блогером ну конечно и приятно вот например в аягузе мы ночью подняли столько единиц техники и утром значит техника вся находится на указанных позициях в указанных районах и вот проезжают утром эти жители аягуза и снимают ой ой бай случилась война что ли там и такую информацию а где нам проверять боеготовность воинских частей мы же можем в классе конечно или в парке где-то сидеть такой масштаб да нам нужны поля нам нужны значит направления маршруты полигоны мы же да тоже не запланированы же отправляем районы не по привычному маршруту воинской части полигон мы отправляем туда марш и совершать 100 200 километров вот поэтому конечно техника личный состав понятно выполнять задачу но вот некоторые думают что куда-то едут на усиление хорошо что вы это сказали что где обучаться жителям например наоборот радоваться да все нормально все под контролем армия не спит занимается своим делом тренируется да ночью там тревоги неожиданно это все техника вся двигается вот это должно надо радоваться что даже вот я хочу сказать что иногда даже смотришь проходит тоже в социальных сетях какой-то марш техники а эта техника два года назад например совершала марш да вот и вот эта показка будто это сейчас что-то недавно там приурачивает каким-то там выбором или еще что-то в общем я хочу сказать такие вот провокационные вбросы конечно отвлекают но никак не влияет на наши планы по укреплению оборудовательности боеспособности армии а главное инспекция делать все для повышения качества подготовки вооруженных сил работая на результат ну а что вы понимаете под понятием результат что это такое наше подразделение оно способствует укрепление оборудовательности казахстанской армии это прежде всего зависит от высокого профессионализма требовательности объективности беспредственности инспекторов после тщательного анализа результатов проверок мы вносим министр обороны предложение по дальнейшему строительству вооруженных сил совершенствование ее структуры высокая боевая готовность выучка отличные показатели по всем направлениям деятельности войск вот результат неустанного труда офицеров военнослужащих в том числе и работа нашего подразделения сегодня мы можем говорить о достаточно высоком уровне боеготовности вооруженных сил страны у нас сильная боеспособная армия это радует я горжусь здорово выявление отдельных недостатков в войсках это лишь будет способствовать улучшению профессионализма организованности дисциплины воинских подразделениях ну здорово мир космбекович на самом деле сегодня я хочу вас поблагодарить за такой интересный рассказ за интервью потому что вот про вашу службу главной инспекции да я хотела больше узнать и больше поделиться с нашим населением с тем кто будет смотреть это видео говоря простыми словами и вы выполняете на самом деле очень важную миссию несете такую службу хочу пожелать вам успехов и всего самого наилучшего благодарю с вами была сауля кайсар до новых встреч